Хабаровск. Гражданское общество. Программа о людях, которые меняют мир. Лето закончилось и детский загородный лагерь превратился в кинолагерь. Камеры, звукозаписывающие оборудование, толпа режиссеров, операторов и актеров заполнили лагерь имени Олега Кашевого. За два дня им предстоит снять пять художественных короткометражных фильмов. Итак, Наташа у нас снимает «Капсула желания». В лагере сейчас 40 человек, которые пытаются снимать кино. Как они сюда попали? Был ли какой-то отбор, кастинг? Ну, конечно, как каждый год это все происходит. Сначала было несколько конкурсов. Первый конкурс был сценарный. Как обычно, много любопытных сценариев, но мы не все имеем возможность взять в лагерь, потому что, ну, они же должны еще соответствовать разным критериям, там, то есть подходить под лагерную обстановку, да, потому что многие присылают, ну, какие-то там сценарии с роботами, там, космическими войнами и так далее. Ну, такое интересно, но нам не совсем подходит. Плюс у нас еще был критерий, сценарий должен предполагать наличие трех персонажей, ну, потому что на каждую команду приходится по три актера. Мы решили ставить, а, ближе к зрителям, б, у нас время от времени возникала проблема с выбором актеров, потому что раньше дело происходило так. Мы давали команду фарсы, режиссеры, тех актеров, которые есть, быстро себе набирали, там, в течение, там, 15 минут. И очень часто случалось так, что набирали, ну, совсем не то, например, у меня в сценарии два девочки и мальчик, вот, достается мне, там, ну, не знаю, там, самовар и собака, и вот что с ними делать, непонятно, приходится там переписывать сценарий и так далее. В этот раз мы вам сделали подрядку, мы расписали актеров по ролям. Вот сколько актеров было на конкурсе, я не помню, но я помню, что видео с актерского кастинга, которые мы отсматривали таким же образом, то есть мы смотрели актеров, так же вставляли им баллы, видео было, по-моему, 4,5 часа, чуть больше даже, вот, актерского кастинга. То есть там, ну, рода достаточно много было, там, ну, человек 30, наверное, даже больше 30, чуть не больше 40 даже. Короче, много было актеров. Вот, то же самое, мы, ну, к актерам критерии были немножко пожестче, в том смысле, что, во-первых, мы смотрели, собственно, как они, ну, как они играют, тоже учитывая, что люди непрофессиональные, в основном, по крайней мере. Вот, а второй момент, мы проводили актерский конкурс, когда у нас уже были на руках сценарии готовые, нам нужно было не просто отобрать актеров, нам нужно было отобрать актеров на конкретные позиции, на конкретные роли. То есть мы не просто выбирали, ну, вот, это хорошо играет, да, это плохо, мы смотрели, вот этот играет, допустим, неплохо, и он неплохо сыграет вот эту роль. Вильнеца будет играть Александра Жилинска. Где лопата, лопата, где вот здесь? Здесь, закапывайте. Те люди, которые сегодня здесь снимают кино, они вообще к кино какое-то отношение имеют? Ну, вот некоторые имеют, а некоторые прям вообще не имеют. Есть люди, которые неоднократно участвовали в «Точке возврата» и в кинолагере, в частности, и вот про них, наверное, можно сказать, что, ну, да, они уже как бы худо-бедно умеют снимать кино. Есть люди, которые просто увидели там слово «кастинг» где-то или там режиссерский конкурс или еще что-то такое, их это привлекло, они подали заявку, каким-то образом прошли, ну, мы тоже проводили отбор, и вот теперь они здесь и в панике пытаются что-то сообразить с теми сценариями, которые у них есть. О чем у вас история? А, читаю сценарий, история о конце света в неком лесу и даже комнате. Как она протекает, то есть там прям происходит, мы узнаем причину конца света? Причины конца света мы не узнаем, но я даже еще не узнал концовку. А, то есть вы вообще впервые читаете сейчас о сценарии? Конечно, да. Интересная история? Возможно. Мы сделали такое наблюдение, что в Хабаровске очень много, на самом деле, людей, которые хотят снимать кино, но которые по каким-то причинам не могут его снять. Вот кто-то, например, говорит, что вот там не может команду собрать, ну, не знает, где ее вообще взять, где искать людей. Кто-то боится, может быть, кто-то думает, что ничего сам не умеет и вообще, блин, какое мне кино, типа, что я там могу снять. И вот кинолагерь – это такой способ показать вот таким вот людям, что да все они могут. Вот, пожалуйста, выезжайте, снимайте, знакомьтесь с людьми. Редкий случай, когда сценарист в лагере присутствует, да? Вы здесь еще кто? Оператор еще. И снимайте, пишите, писать умеете, ага. О чем история? Какую историю написали? Эту же историю снимаете, кстати? Эту же историю снимаю, так получилось, да. История – это такая черная комедия, ее тяжело объяснить в двух словах, потому что пишу я так себе, но она просто динамичная, диалоговая. Вкратце про то, как три человека пытаются поделить крупную сумму денег. А нет такого ревностного отношения, что сейчас режиссер что-нибудь сделает с этой историей? Вот сейчас нет, потому что я в этой команде, так что посмотрим. Ну, я не буду, конечно, влезать. А как к кино вообще относитесь? Почему в кинолагерь поехали? Очень люблю кино, собственно, поэтому и поехал, и хочется получить опыт съемки игрового кино, как раз художественного код фильма, ну и отличная возможность. Решили зайти со всех сторон, где получится? Да, да, да. Ну, я еще на режиссера проходил кастинг, но не смог, не хватило видимо каких-то баллов. Как режиссеров-то выбрали? Как понять, за сколько часов кастинга? Часа три, да, наверное, что человек достоин стать режиссером? Это не кастинг. У режиссеров было три задания, которые они снимали на мобильные телефоны. Первое задание было снять небольшую историю, нехитрую. Ну, история была предложена, нужно было ее снять в шести кадрах. Это было умение мыслить просто кадрами, рассказывать историю кадрами. Второе задание тоже было предложено, там был диалог актеров, и необходимо было поставить им задачу и, собственно, добиться ее решения. А третье, там была тоже такая несложная сцена, которую нужно было снять сначала смешно, а потом ее же страшно. Первый этап работы со сценарием – это его вычетка и адаптация к условиям лагеря. Команды собираются в любых свободных местах и начинают подготовку к кинопроизводству. Кинолагерь четвертый год. Какой-то прогресс есть или каждый раз новенький, из самых азов начинаете что-то объяснять про кино? Ну, прогресс, как мне кажется, есть определенно. Если взять, например, фильмы 2018 года и сравнить с тем, что мы имеем сейчас, даже в 2019 году, ну, как мне кажется, прогресс прям заметен. Но это не значит, что мы совсем прям не берем каких-то там дилетантов, любителей. Нет, мы их тоже берем, но просто, да, как бы рассказываем им специфику, и они уже по ходу дела чему-то учатся, и, в принципе, тоже даже очень неплохо получается. Александр, что за сцена сейчас снимается? Эта сцена, предполагаем, что будем мы в финал нашего фильма, но пока еще это все в таком... Эта сцена не прописана в сценарии, она как бы придуманная. Переделываете сценарий, получается? Да, дело в том, что там женская история, у нас три героини, и приходится как-то вот ломать мужской мозг, чтобы что-то там придумать, потому что нам не совсем понятно, что хотелось сказать автор этой пьесы. Не-не-не, вы не даете ей слова, она говорит, что я его нашла, но нет-нет-нет-нет, не хотите рассказать. Ассистент режиссера что должен делать на площадке? Вообще, то, что скажет режиссер на самом деле. В основном помогать немножко по каким-то делам, которые связаны с техникой, которые связаны с тем, чтобы организовать процесс, организовать актеров, помочь с реквизитом, помочь с локациями, в общем, подхватить работу там, где придется, где не хватает рук. Уже что удалось сделать? Уже удалось починить звук, уже удалось найти всем наушники, посмотреть костюмы, посмотреть локации. В общем, занятость у всех есть, всем хватает. Звукорежиссер? Да, впервые здесь на фестивале. Впервые взяли в руки оборудование? Нет, оборудование взял не впервые, хотя меня запугали, что оборудование должно быть здесь гораздо круче, но вроде бы... А это только диалоги или нужны еще шумы какие-то? Конечно, только шумы тоже, ведь диалоги, они только текст, а нужно же еще передать атмосферу, например. Вот сейчас мы находимся в лесу, нужно шорох листьев передать, ветер. Самое сложное, наверное, то, что на это все два дня всего придется. Вот, поэтому нет времени, и нет времени ни на раскадровку, ни на что, где-то там лишний раз попробовать что-то и подумать. Даже элементарно, вот мозговой штурм у нас был, и столько всего, столько разных идей ребята предлагали, и много что можно развить, но времени нет, нужно что-то уже идти снимать. В этом самое сложное. А сегодня команды только снимают материал для кино, да? Что с ним будет дальше? Да, два полноценных съемочных дня, после будет монтаж. Монтажеров у нас в кинолагере нет в этом году, монтажеров и режиссеры найдут себе сами. И в итоге то, что они сегодня и завтра наснимают, смонтируют и до 30 сентября пришлют нам, то и будет участвовать в дополнительной программе «Точки возврата». Результаты работы съемочных групп можно будет увидеть 24 сентября на финале Дальневосточного любительского кинофестиваля «Точка возврата». Он пройдет в Совкино. Кинофестивалю и кинолагерю помогают случиться средства муниципального и краевого грантов, а также энтузиазм энергичных людей, которые любят кино и хотят создавать его в Хабаровске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова